Каждый год количество участников в нашем треке «Росмолодежь Грант» становится все больше. Победителей тоже. Они делятся своим успехом и как можно большее количество новых ребят узнают о такой возможности. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что в 2024 году у нас станет еще больше желающих подчаствовать и попробовать свои идеи на прочность и проявить свое желание получить государственную поддержку на воплощение своей мечты в нашей стране. Мне кажется, одно из таких преимуществ – это как раз то, что у вас сейчас очень широкая палитра того, что вам действительно нужно. Поэтому идеи, которые ложатся в основу этих проектов, очень четко прослеживаются, что имеют своего конечного заинтересованного благополучателя. И, конечно же, мы, как эксперты, проверяющие эти заявки, читаем это даже просто в тех словах, которые лежат в основе заявки. Мы чувствуем, что те проекты, которые вами подаются, действительно нужны Луганску и Луганскому регионам. Поэтому они зачастую имеют очень высокую вероятность на успешное прохождение конкурсных процедур. Как сильно будет помогать, я до конца не могу сказать, все будет зависеть от того, как она работает. Но то, что такая инициатива появилась, это здорово, потому что зачастую ребята, которые хотят реализовать свой проект и встречаются с конкурсной документацией, немного пугаются и не всегда знают, кому можно обратиться за советом в этой части. Можно обратиться и через цифровые технологии, через интернет-сообщество, позвонить на горячий введение конкурса грантов. Но иногда зачастую проще все-таки прийти в какое-то соседнее понятное тебе учреждение, молодежный центр или еще где-то, где будет располагаться эта школа по заполнению заявок и получить живую консультацию и поддержку от тех, кто в этом разбирается. Конечно же, это поможет ребятам в конечном итоге до конца докрутить свои идеи, оформить их качество проектов и подать заявку. Я бы не сказал, что у нас есть какой-то прям приоритет. На самом деле, любая помощь нужна. И за счет вот этого конкурса, за счет того, что ребята не стесняются выражать свои мысли и пробовать свои новые идеи, мы получаем новые виды поддержки. Например, когда девочка решает помогать родственникам погибших или когда придумываются новые меры поддержки, которых мы еще пока не задумывались. Потому что все-таки со стороны государства мы пытаемся работать по широким мазкам, а когда эта проблема касается какого-то конкретного человека, у него появляется идея, которая потом может стать гораздо более востребована на более широкую массу лиц. Поэтому приоритетов нету, любая поддержка здесь нужна. Просто иногда нужно по-другому взглянуть на этот вопрос.